белковые заменители пчел весной я бы хотел уточнить что вы имеете в виду потому что если белковым заменителем является соевая мука это хорошо это интересный вариант я бы все-таки его применял не в сироп не в тесто а в виде порошка который пчелы сами формируют обножку и носят вулей что касается белковые заменители то же самое сухого молока являюсь противником потому что считаю что или дрожжей кипяченых это вызывает позже возникновение грибковых заболеваний пчел что касается белковые заменители я вообще к ним отношусь плохо и мое личное мнение что примеру канди с пыльцой классическая которая была применялась везде уже устарела и несет не такой эффект мы применяем на своих пасеках канди с пиргой пирга это наша с наших пасек мы знаем ее происхождение это очень важно потому что используя чужую пиргу можно получить эскосфероз и даже гнильцы у себя на пасеке мы используем пиргу только свои пасеки и замешиваем очень крутое тесто канди где перги 20 процентов увеличение этого процентного состояния количество перги в коде невозможно потому что пчелы не просто плохо поедает об даже игнорирует до 20 процентов когда мы даем едят его хорошо пиргу мы убиваем их наверное медно после замораживания убиваю машиной перед применением в канди мы ее заметно замачиваем воде так вот просто перга лежит дали не водой что было с уровнем на сутки она расходится превращаясь такую кашу и на виду этой каши из сахарной пудры замешиваем канди эффект просто волшебный у нас был год когда количество расплода в этих семьях которые мы давали именно канди с пиргой превысило 20 процентов по сравнению просто с теми семьями продавали канди с пыльцой либо просто сахарный сироп это что-то волшебное на самом деле потому что перга уже готова в том виде чтобы усваиваться пчелами и или белок в этой пирге поэтому вот в этом я вижу смысл продавали кандиды а Субтитры создавал DimaTorzok